Я вам сегодня хотел рассказать про то, почему волшебные кнопки не работают. Люди же все в своём большинстве ищут какие-то быстрые, лёгкие рецепты решения своих проблем, которые называются волшебные кнопки. Я вам сегодня хотел объяснить, почему это не работает. Значит, смотрите, да, сначала объясняю, что такое волшебная кнопка. Волшебная кнопка – это какой-то быстрый рецепт, да, то есть вот у человека есть какие-то проблемы в жизни, и он обычно ищет чаще всего быстрое, лёгкое решение той проблемы, которая стоит. Часто при этом человек упускает, что обычно та проблема, которую он видит, она, ну что ли, не такая простая, как кажется, да, то есть он её имеет тенденцию упрощать. То есть видится вроде бы простой проблема, но часто это сгусток каких-то причин и следствий, да, то есть в этой проблеме могут быть другие, да, предшествующие. И часто это такой комочек, комочек проблем, да. Ну человек вот в своём обычном состоянии поверхностно смотрит, в корни не любит залазить, словно, ну, не настроен на то, чтобы глубоко проникнуть куда-то. Понимаете, о чём я, да? То есть залезть вот поглубже и разобраться как следует. И поэтому кажется, что вот надо найти какое-то быстрое решение. Поэтому эти быстрые рецепты, лёгкие решения проблем, они очень хорошо продаются, но они очень плохо работают. Понимаете, такой вот нюанс. То есть продавать вот эти лёгкие 10 каких-то шагов, да, 5 принципов каких-то вот, тебе надо быстренько это всё понять, внедрить и всё, и все твои проблемы разрешатся. Очень это притягивает внимание, но плохо работает. Почему? Вот давайте разбираться, почему. Причина очень, ну, тоже как бы несложная, незамысловатая. Потому что прежде чем что-то решить, надо разобраться, с чем конкретно вы имеете дело, да. То есть прежде чем принимать какие-то решения, нужно рассмотреть, из чего эта ситуация состоит. Исследовать, залезть в это, да. Но ум же, он так устроен, что ему кажется, что все ситуации похожи, да. Он, ну, подобиями мыслит. И поэтому часто кажется, что вот если кто-то решил какую-то похожую на мою проблему, вот он что-то делал, то я могу взять вот то, что он делал, на себя это примерить и делать всё то же самое. И у меня всё то же самое будет работать, и как у него. И чаще всего упускается вот этот корневой момент, что двух одинаковых ситуаций никогда не бывает. То есть каждая ситуация, каждого отдельного человека, она немножко не такая, как у других. То есть ситуации чем-то напоминают друг друга, но они очень часто состоят из разных, что ли, ну, маленьких вот ситуаций, которые создают большую ситуацию. Вот. И именно поэтому универсальные вот эти рецепты, они либо очень плохо работают, либо не работают вообще. Если вы, например, хотите добиться успеха, да, то есть хотите, например, заняться каким-то делом, да, и добиться, то есть зайти основательно куда-то и поставить какие-то цели перед собой, или они уже стоят перед вами, да, у вас есть какие-то потребности, и вот вы хотите реализовать, то вам нужно, что ли, подписываться серьёзно и лезть в основы, да, то есть не искать вот эти быстрые, лёгкие, волшебные кнопки и рецепты, которые так вкусно выглядят, и вам так хочется верить, что вот я сейчас приду, пойму три какие-то простые вещи, и всё, и вот из этих трёх вещей у меня всё получится. А нужно всегда к любой теме относиться основательно, то есть понимать, что если я во что-то новое прихожу, мне сначала с этим надо поковыряться, разобраться. Мне нужно не эти универсальные рецепты изучать, искать тех людей, которые что ли профессионалы в этом, и которые проникли в эту область глубоко, и они не дают простые какие-то решения, а они пытаются вот в основе вас обучить этому, да, то есть вот раскрывают вам какие-то основополагающие принципы, да, и вот очень часто, когда я провожу консультации, я вижу, что люди ко мне приходят за быстрыми, лёгкими рецептами, а я их начинаю погружать, что ли, вот в эти принципы, да, в эти основы. И очень многие люди, вот они не понимают, что, ну вот как бы они не хотели вот этих быстрых, лёгких решений своих проблем, их просто нету. И часто поэтому люди соскальзывают. То есть вот я им предлагаю некое погружение, да, углубление в эту тему, они часто соскальзывают, потому что я им не дал быстрый, лёгкий рецепт. Я начинаю обращать внимание, что тебе придётся здесь побыть некоторое время, ну что ли, поизучать, много изучить информации, да, разные точки зрения изучить на эту тему. Не только что-то одно быстро ты вот где-то взял и сразу там поверил, что вот это именно универсальная таблетка для твоей ситуации. А тебе нужно вот это поизучать, то поизучать, что ли, рассмотреть всю эту ситуацию, ситуацию, из которой состоит твоя жизнь, да, ситуацию, в которую ты хочешь залезть. Вот, например, если ты идёшь в какой-то бизнес, но тебе прежде чем принять решение, надо, ну, поглубже рассмотреть. Понимаете, да, о чём я? То есть не спешить принимать эмоциональные решения. Не спешить принимать решения, вот просто вам кто-то пришёл, друг, да, и рассказал, там, например, про сетевой маркетинг. Слушай, такая классная возможность, там, легко, быстро можно заработать деньги, вот такие-то позитивные моменты, вот такая-то волшебная компания, такой-то волшебный продукт. И вот часто люди ведутся, ведутся на эту рекламу, а нужно всегда разумно относиться, что ли, бдительно, да, куда вас зовут, что там на самом деле, да, то есть какой-то бизнес, из чего он состоит, что вам придётся делать там, какие навыки для этого нужны, да, то есть как устроена эта ниша вообще, да, то есть, ну, основательно надо подходить. А люди в своём большинстве, они любят вот стереотипами мыслить, шаблонами. И когда на этом заостряешь внимание, что ли, они даже расстраиваться начинают, что оказывается нет вот этой волшебной таблетки. И вот сегодня именно это я хотел вам объяснить, что как только вам кто-то предлагает волшебную таблетку, сразу насторожитесь. Сразу, вот буквально, приходите в настоящий момент. Если кто-то вам говорит, что говорит, будет просто, легко, что у тебя, вот ты, например, занимался наймом, да, и ты придёшь в сетевой маркетинг, и у тебя быстро и легко получится. Я в тебя верю, у нас такая компания, у нас там система обучаем, тебе быстро и легко получится. Не получится быстро и легко. Если ты одной деятельностью занимался, достаточно далёкой, вот от новой деятельности, ты хочешь перестроиться в новую деятельность, у тебя быстро и легко но не может получиться потому что здесь нужно будут новые какие-то твои качества развивать до новые способности новые навыки это занимает какое-то время нужно изучать нужно ну пробовать тренироваться до какие-то ошибки начнут происходить нужно иметь некоего наставника который будет корректировать это до учиться на этих ошибках до исправлять это своевременно и постепенно вот как малыш учиться ходить и вам в новой области нужно учиться так постепенно ходить становиться на ноги это не работает как вот быстрый универсальный какой-то легкий способ как тебе взять и пойти вот нету такого что знаете малыш не ходил и завтра он уже побежал он не бывает такой это просто противоречит законам природы но люди вот они наивные какие-то они все время верят в эти сказки что я могу зайти куда-то и у меня очень быстро и легко получится успех они вот почему-то верят почему не знаю ну вот верят вот в эти универсальные быстрые легкие волшебные методы как преуспеть как быстро и легко заработать деньги но не соответствует законам природы и законам жизни не соответствует человек учится постепенно человек некоторые вещи доходят до него долго он еще любит находиться цепляться за какие-то странные идеи которые не подтверждаются результатами вот тоже еще одна очень важная вещь да что вся жизнь вот человеку говорит что то что ты делаешь но не работает вот вот это не работает но они продолжают верить что это работает результата нет то есть ну метрики и статистики вот то как они все это делают это что они получают показывает им что ну не работает что это не то делаешь но человек от настолько ослеплен часто вот как какой-то или в идее или волшебной кнопкой он продолжает тупо делать из-за этого тратится очень много времени пока до него дойдет до пока он обратит внимание на факты что штука в которую он поверил ну вот не работает или он не понял что-то да или неправильно понял или она вообще никогда и не могла работать это был миф фейк какой-то легенда да и он просто верил вот как наивный дурачок в какие-то вещи которые не работают и вот на это уходит очень много времени у людей потому что они часто доверчивые не умеют учиться что ли тешат себя иллюзиями какими тут верят в какие-то сказки да просто доверяют каким-то людям в доверчивую еще можно сказать да из-за того из-за своей вот этой доверчивости то что они просто доверяют потому что им рассказывают другие не показывают на на фактах а вот что ему обещают рассказывают эти все красивые истории да люди падки вот на на это на истории на сказки на мифы до верят в эти мифы подписываются часто и потом разочаровываются то есть видят что это миф это не работает поэтому вот пожалуй это и хотел сегодня объяснить что не надеетесь на быстрые легкие результаты нигде не надеетесь что у вас легко быстро получится да не надеетесь на то что то как вас учили в школе до что школе очень часто там тоже они идеализируют жизнь до мифы мифологизируют как-то это все да то есть мы часто учимся не на как это вот в школе нас не учат целиться в результат а учат просто изучать теорию и вот представьте 10 лет ты изучаешь эту теорию изучаешь ты не привык соединять теорию с практикой ты что ли не настроен был в школе на результат то есть или тебя нацелили не на те результаты да например тебя нацелили просто на запоминание информации или тебя нацелили на то чтобы сдавать экзамены и получать оценки но тебя не нацелили что ли доходить до сути информации внедрять проверять и смотреть и дает результат или не дает до людям до хочется к этому еще некая такая вот физиология до тела что тело хочет как можно меньше энергии тратить с наименьшими вложениями получить на больше наибольший эффект что тоже не работает то есть нужно всегда вкладываться чуть чуть больше чем ты хочешь получить вот эти вот усилия до многие люди уже находятся в таком состоянии что ли уставшим до много поражений получили перегруженной информации до перегружены токсичной пищей какой-то до токсичной информации в таком перегруженном ленивом состоянии инертном привычном им конечно не хочется подписываться на то что будет требовать большого объема усилий ответственность им же хочется ну хорошо я чуть чуть сейчас чуть-чуть попробую и должен вот сразу у меня получится большой результат если я чуть-чуть попробовал и пошел у меня большой результат и значит я туда пойду но не так не работает в жизни ты подписываешься куда-то и ты очень часто месяцами иногда годами не имеешь большого результата ты учишься ты совершенствуешь вырабатываешь в себе вот эти качества постепенно до навыки нарабатываешь и в какой-то момент если ты правильно все-таки движешься и делаешь все правильно у тебя начинается накопительный эффект у тебя начинает получаться наконец-то через какое-то время ты видишь что у тебя получается у тебя получается например общаться с людьми и доносить что-то им раньше не получалось ты пытался им впаривать что-то не знаю не слышал их не мог наладить нормальный конструктивный диалог не мог что ли расположить x и их к себе да к тем идеям которые ты продвигаешь потом через какое-то время ты учишься и у тебя постепенно начинает получаться или ты что-то делаешь какие-то услуги оказываешь ну как ты можешь сразу делать это на высококачественном уровне не никто не может даже парикмахер первый раз когда он там стрик что-то не знаю парик он стрик там или кого-то первая прическа была не очень и он шел к тому чтобы стать мастером и хорошо стричь достаточно длительный период времени как минимум полгода до или год он учился через год уже человек может стричь а это он станет просто ремесленником а мастером мастером устанет через много лет то есть он будет встречном пять лет может быть даже некоторых через 10 лет они приобретают мастерство да ну да не охота тебе выходить ну к сожалению в твоей зоне комфорта ничего нету такого что называется успехом наш ты определись есть ты не хочешь этого успеха не хочешь интересно жить не хочешь обладать какими-то ресурсами свободами ну согласись просто я не хочу хочу прожить такую вот что не успешную обычную жизнь до перебиваться там от зарплаты до зарплаты дать от какой-то суммы денег до какой-то суммы денег хочу там не за бедную жизнь прожить у меня это устраивает значит в индии например живут же люди как-то там перебиваются ну то так тоже можно жить знаешь это твоя жизнь что хочешь то и делай с ней хочешь прожить ее в зоне комфорта ты можешь и прожить просто словно вот этого вкуса жизни полноты и да вот этой вот яркости в твоей жизни не будет будет такой вот какой-то вела текущий инертный процесс каждый день примерно одно и то же потому что на какие-то новые события на какие-то новые обстоятельства у тебя что не хватает смелости ну и решимости пойти сделать да и к сожалению дискомфорт и развитие это вот как две стороны одной медали то есть в комфорте нет развития то есть в любом случае какие-то вызовы какие-то новые соприкосновения это риск это какой-то риск это какие-то дискомфортные переживания в любом случае поэтому если человек хочет находиться в зоне комфорта ну там нет развития просто в комфорте нет развить какая-то часть например теоретически да ты можешь почитать что-то в комфортной обстановке но пойти делать часто вот при прикинь ты что-то умеешь делать и ты привык так делать а тебе ты изучил что-то новое теперь надо пойти и начать это новое делать ну как она может быть впервые комфортно она не может быть комфортно ты что-то делаешь непривычный ты еще не имеешь этого опыта поэтому первый опыт он всегда такой вот некомфортный ты падаешь совершаешь ошибки какие-то да это нормально просто нужно этому дать пространство в жизни принять что дискомфорт зоны периодические там турбулентность это часть жизни через это надо спокойно проходить и если ты будешь понимать что это даже хорошо в какой-то момент вот я же люди которые начинают специально создавать себе эти зоны потому что если их нету они понимают что они словно засыпают словно они развиваются не расширяются до застрел ну словно вот как если слишком все комфортно стало значит можно сказать я засыпаю до перестаю быть живым перестаю что-то новое пробовать у меня нет этого опыта и соответственно они уже где-то это чувствует и начинает искать куда себя там что еще что еще как себя растормошить как не засыпать вот и здесь нет никаких универсальных рецептов в каждой отдельной области есть свои основы есть свои тонкости да есть свои принципы есть какие-то свои методы да как подход подойти к той или иной отдельной конкретной ситуации как только ты заходишь ты должен сразу в основу лезть в основу не искать волшебные легкие пути решения а изучать в основе все то есть как каковы вот эта область я же должен понять из чего она состоит то есть вот куда бы вы ни пошли там есть толпы какие-то да вот любая игра она построена на каких-то базовых вещах вот эта база да она от любой успешный человек в какой-то игре в какой-то области в какой-то теме профессионал он всегда знает вот эту базу понимаете а новички они словно ну назовем это так специализируется на поверхностных каких-то методов до профессионалу знает основу вот как фотографии да то есть ты можешь например купить себе фотокамеру и по верхам что-то вот какие-то шаблоны нахвататься и определенным образом снимать но ты же не знаешь основу основа света до основа оптики основа как устроен вообще фотоаппарат как его настроить таким образом чтобы получить наилучший снимок это знают профессионалы вот настоящий профессионал он знает основополагающие вещи ему уже особо не надо глубоко там в детали входить вот там этот фотоаппарат или тот да с этим он легко разбирается но он знает основы а если человек основы не знает но у него самый крутой фотоаппарат он никогда все равно не снимет так как это сделает профессионал который знает основу понимаете поэтому когда вы заходите в любую область первая задача это проникнуть в основы на чем это построено не искать волшебные рецепты быстрые легкие как я сейчас применю какой-то шаблон стереотипы у меня все получится как спрогнозировать что там будет если заниматься чем-то новым непривычным а зачем тебе спрогнозировать гадать на кофейной гуще и надо прогнозировать но ты можешь посмотреть что это за область ты можешь посмотреть на примеры людей которые там давно и занимаются какие у них результаты насколько ты хочешь иметь такие результаты такой ну такой процесс что ли профессиональной реализации в жизни то есть любая профессия она же обладает определенными своими там преимуществами да вот например фрилансер да они не работают в офисе да они работают в любом месте ну то есть они географически не привязаны там есть свои плюшки но если свои недостатки надо поизучать посмотреть плюсы минусы что тебе подходит что тебе не подходит и честно нужно ну что ли смотреть что здесь придется многому научиться как только ты куда-то приходишь в новую область это много обучения до приобрать рассматривать каких-то примеров состоявшихся в этой области людей что они имеют как они живут насколько это тебе близко возможно пообщаться даже войти в общение с ними и узнать у них покупку вот самый лучший конечно посмотреть как они живут живьем по задавать вопросы какие-то да то есть прежде чем выбрать какую-то область нужно понять к чему это в конечном итоге тебя приведет вот я например когда создавал свой бизнес до прошлый который я закрыл я не видел к чему это приведет и когда я уже увидел к чему это привело мне это все не понравилось поэтому я и закрыл но я мог бы быть в этом смысле более разумен ну как пообщаться с теми людьми которые уже в этом бизнесе просто я когда начинал в 2002 году особо и примеров то не было то есть особо и разговаривать там не было там интернет практически где-то с 2000 но с 2000 года начал как таковое развиваться в рунете можно сказать я пионер был первопроходец я влез в это но многого не знал и бизнес я не умел делать да ну я обладал какими-то навыками ну как бизнесмен я еще не развит был я по ходу учился то есть я создавал бизнес и на своих шишках учился конечно что-то изучал что-то читал но все равно совершал очень много ошибок да на свой страх и риск я просто понял чем я уже не хочу заниматься и как я не хочу жить вот это я точно понял значит еще один способ как тебе куда-то пойти или куда-то не идти тебе словно надо посмотреть как ты не хочешь вот окончательно вот это это знаешь это просветляет тоже когда ты четко определился чего ты не хочешь когда ты понимаешь чего ты не хочешь через это ты лучше можешь понять что ты хочешь поэтому можно начать с того что тебя задолбала вот есть же вещи от которых ты реально устал или устала да вот ну все вот не твоя тарелка не твой размер ты с этим больше не хочешь иметь дело это уже важная информация это уже некая часть картины пазл как какой-то в картине будущего успеха да то есть ты уже видишь какие вещи ты не хочешь точно делать понимаешь всегда же твоя жизнь состоит из того что ты по-настоящему искренне хочешь из тех вещей от которых ты ну что ли устал уже не хочешь с ними соприкасаться отыгрались они ну ты мог наиграться или ты вообще можешь не испытывать к этому какого-то интереса до влечения и вот это надо четко сформулировать для себя четко что ли ну рассмотреть это понять что я точно не хочу и тогда из этого лучше видно то что ты хочешь вот универсальных таблеток а как здесь универсальная таблетка мы все разные в этом смысле быть как кто-то не получится как кто-то да то как живет другой человек это он живет а то как ты хочешь жить это ты в чем-то ты можешь у каких-то людей что-то брать чему-то учиться но нужно понимать что тебе не надо быть подделкой кого-то или копиркой да тебе не надо просто копировать как кто-то свою жизнь надо выстраивать исходя из собственных ценностей исходя из собственного опыта исходя из собственных способностей каких-то ориентиров да а это уже что ли так вот надо распробовать по ходу жизни мы все время что-то пробуем как блюда какие-то и говорим о это мне нравится это не нравится это что тебе по вкусу другому может быть вообще не по вкусу то что тебе нравится другому может совершенно не нравится и вот ищешь людей с которыми у тебя одинаковые вкусы примерно до какие-то одинаковые цели одинаковые ценности с ними хорошо получается какой-то период времени так вот все это выстраивается И в любой момент, опять же, важно быть готовым, что если ты чего-то наелся, да, то есть уже от чего-то тошнит, ну, надо отпускать это. То есть уже, ну, не надо впихивать вот на силу в себя то, что, ну, уже наелся ты этого, наигрался. Жизнь – это же игра. Ты пробуешь и поиграть в это, в то, в третье, в десятое. А люди, они очень часто застревают. Сильно застревают, начинают цепляться. «Ой, если я сейчас эту кашу отпущу, я же могу голодный остаться». Да нет, есть другие продукты, ты можешь пробовать разные вкусы. Ну, люди нет, вот они что-то там сформировали в своей жизни. «Ой, если я отпущу, я же могу без ничего остаться». И вот из-за этого очень долго едят то, что им уже, ну, не по душе. То есть то, что от чего уже тошнит, если честно. Вот представьте, да, у вас начинается день, вы выходите, садитесь на кухню и опять то самое блюдо, которое вы ели, не знаю, последние пять лет. И вы его каждый день едите. Ну и что? И в чём здесь прикол? Какой смысл вот так жить? Почему не вносить в это разнообразие? Почему не нести ответственность за некое разнообразие в жизни? Это не животные страхи, это психологические, это не связано с животным, это психика, это непонимание некое, неуверенность в своих способностях, в своих силах. Знаешь, всё время ты находишься в таком образе мысли, который подавляет твои способности и развитие твоей уверенности. Ты же не можешь приобрести уверенность, если ты не будешь пробовать. То есть для того, чтобы быть уверенным, что жизнь изобильна, что возможностей всегда много, нужно не один раз отпускать и получать, отпускать и открывать какие-то новые возможности. Когда ты это сделаешь несколько раз, ты увидишь, что это все страхи, они придуманы. То есть нету такой проблемы, знаешь, это привязанность, это психологическая привязанность к тому, к чему мы привыкли. Вот мы привыкли каким-то образом выживать, и мы что ли боимся рискнуть, да, а кто не рискует, тот не пьёт шампанского. То есть боимся рискнуть сложившимся образом выживания, сложившейся жизнью мы боимся рискнуть. И поэтому цепляемся обычно вот за то, что сложилось до последнего, пока уже там совершенно тошнит не начнёт от этого. И когда уже тошнит, мы уже, потому что мы чувствуем, что несмотря на то, что мы получаем какие-то бонусы от этого и выживаем, словно мы начинаем чувствовать, что мы умираем в этом. То есть вот что жизни всё меньше и меньше на самом деле. То есть нам только кажется, что это мы выживаем, но на самом деле это уже не жизнь. И вот когда мы распробуем это окончательно, что вот этот образ сложившийся, хоть он и обеспечивает какой-то уровень выживания, но там уже жизни нету. И вот когда это уже доводится обычно до кризиса, очевидно становится, мы всё-таки вырываем себя из этого и перенастраиваемся на что-то ещё. И через какое-то время мы просто вырабатываем новую стратегию выживания. Если вы думаете, что вы умрёте, если вы что-то отпустите, да не умрёте вы. Потому что когда человек уже сталкивается реально с тем, что ему жрать нечего там, да, что какая-то опасность реальная, он начинает вот ножками передвигать очень интенсивно, он начинает рыть землю. Просто это зона комфорта, а там не надо рыть землю. Здесь уже как-то утряслось, сложилось. Поэтому люди вот гомеостаз этот поддерживают уже до последнего, пока не тошнит. Понимаете? А есть люди, которые более живые. У них что ли, как это, уровень осознанности поднялся и вкус к жизни более что ли пробудился, да? И они уже понимают, что если что-то надоело, какая-то жрачка надоела, да неважно, что она обеспечивает выживание, наелся я уже этого, то вот тошнит меня. Всё, надо отпускать, перенастраиваться на другой вкус какой-то. Понимаешь? Это связано с уровнем внутренней решимости, с уровнем понимания, как жизнь устроена. Решимость. Решимость отпускать надоевшие и всё-таки смело открываться в новый опыт. Знаешь, это непросто, я не говорю, что это просто, но это важно. Это очень важно для того, чтобы жить, а не в полусонном состоянии существовать. Ясно, не всегда силы воли хватает. Ну, потому что ты не прокачиваешь. Знаешь, типа, о, я родился, и вот у меня столько силы воли. И я теперь, да, мне не хватает, я же родился вот с таким количеством силы воли, мне не хватает. Нет. Вот, неважно, какая у тебя мышца, если ты хочешь большую мышцу, иди в зал и прокачивай. И ты увидишь, что ты родился с такой мышцей, но ты можешь в два раза больше сделать. То же самое с волей. Если ты эту мышцу не прокачиваешь, то есть, если ты волевые свои вот эти вот способности не прокачиваешь, так как они могут развиться? Они не будут развиваться. То есть, если ты чему-то не уделяешь время, энергию, силы, оно никогда само не будет развиваться. Развивается только то, чему ты уделяешь время, во что ты вкладываешься. Если ты учишься принимать волевые решения, учишься, учишься, то есть, только у тебя началось какое-то длительное сомнение, ты учишься вырывать себя из этого, принимать какое-то решение. Или я делаю, или я не делаю, и перестаю думать на эту тему. Но лучше делать, лучше уже принимать решение что-то делать, чем находиться в режиме стендбай, и вот это, как я его называю, да, режим ожидания. Знаешь, как этот компьютер, который не трогают уже, не знаю, два часа, и он уснул, и такая лампочка мигает, да, режим ожидания. Я жду, пока придёт хозяин и включит меня. Ну вот, многие люди живут в таком режиме ожидания. Я чего-то жду, чего не знаю. Наверное, второго пришествия, или пока кто-то придёт, меня включит, да. То есть, вот многие люди вот в таком режиме, я чего-то жду. Не надо ничего ждать. Ты можешь сам себя выводить из этого режима спящего. Нужно научиться управлять своей энергией, раскручивать свой потенциал. А для этого нужно осознанное усилие предпринимать, вытренировывать это в себе. Иначе будешь всю жизнь проспишь, и так никто и не придёт, и тебя не включит. Ну, либо что-то случится, не знаю, там, война случится. Обычно вот когда война начинается, все немедленно пробуждаются. Всё начинает крутиться, да. То есть, когда опасность какая-то, все люди вдруг просыпаются, начинают объединяться и справляться, да, с этим. А когда вот цивилизация, все проблемы решены, а что, у меня холодильник заполнен, там, жрать есть. Ну и ладно, вот посмотрю телевизор, там, посмотрю суррогат жизни, да, там, по телевизору, как там дела. Понимаешь, это такой, как бы, это такой способ выживания странный. Типа жить, но на минимуме, да, жить на минимальном каком-то уровне, хотя бы так. Хотя бы как-то дотянуть до конца эту жизнь на минимуме, как-нибудь, чтобы это закончилось уже, да. Ну можно и так жить, просто это не очень для этого мы здесь появляемся. Мы-то появляемся, чтобы играть, не смотреть чужие игры, а чтобы играть, чтобы получать опыт, нарабатывать способности, качества. Если мы развиваемся, нарабатываем, то из жизни в жизнь мы усиливаемся. А многие люди из жизни в жизнь, они деградируют, деградируют, становятся всё более бессознательны, всё более бессознательны. Куда тебе, наверх или вниз, ты сам решаешь. Вот, начали с одного, закончили другим. Приходится будильником работать, приходите. Из этого режима стендмай, кнопку пауэра нажимать людям и выводить их из этого. Эй, проснись, жизнь идёт. Не забывай об этом, да, говорить почаще. Ну вот, сегодня ещё один раз про это было. На этом всё, спасибо, что пришли. Хоть и мало вас было сегодня, но в записи посмотрят.